В Беларуси продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Как отмечают медики, антитела могут проявиться уже на третью неделю, то есть после введения первого компонента. Сейчас в нашей стране прививают российским и китайским препаратами. И оба в два этапа. Ко второму приступают спустя 21 день. Оставить заявку можно в поликлинике по месту жительства. БелЖД назначила более 70 дополнительных поездов на майские праздники. В составе отправится по наиболее востребованным маршрутам, в частности из Минска в Брест, Гомель, Гродно, Комунары и Сытлогорск. Подробная информация на сайте железной дороги и в мобильном приложении БЧ Мой Поезд. В стране выросла стоимость автомобильного топлива. 1 литр 98 бензина стоит 2 рубля 13 копеек. 95-й, как дизельная, обойдется в рубль 91. За 92-й придется отдать рубль 81 копейку. Как отметили в Белнефтехиме, с начала этого года топливо подорожало на 5,4%, в то время как средняя копировка нефти увеличилась на 15% пунктов. В Беларуси стартовала неделя белорусского предпринимательства. В программе семинары, конференции, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров, встречи представителей ИП и власти. Самым значимым событием станет третий республиканский деловой форум. На нем подведут итоги конкурса на лучший город Беларуси для развития бизнеса. В Беларуси к концу недели похолодает. Понижение температуры, по данным Белгидромета, начнется с пятницы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. По северо-западу с мокрым снегом. Выходные ночью ожидаются от минус двух до плюс четырех. Днем 5-11 градусов выше нуля. Ощущение холода усилит порылистый ветер.